Приветствую вас! Я прочитал ваше сообщение, прочитал ваше письмо и, собственно, знаете, вот думал я достаточно долго о том, с чего начать свой ответ. То есть, где, собственно, проблема? Сказать, что проблема в мучении, ну, может быть, отчасти, да, проблема в мучении. Сказать, что проблема в том, что вы стали драться и ссориться, и действительно перестали быть друг для друга теми, кем были когда-то, да, это тоже может быть. Но, знаете, вот давайте попробуем досмотреть на проблему, как бы, с точки отсчета, то есть с той точки отсчета, с которой все началось. Началось все с того, что у вас все было хорошо, пока не начались переносы свадьбы из-за финансов. И у вас, собственно говоря, все было хорошо до тех пор, пока были деньги, и пока не было каких-то вот таких серьезных, именно супружеских проблем. Из-за этого вы сами увидели своего мужчину из-за других стран, вы обнаружили, что он в действительности обладает массой недостатков. Впрочем, как и любой человек, и как у любых людей, у него тоже могут быть определенные проблемы. Важно сказать, а то, готовы ли вы принять эти проблемы. Потому что, по вашему описанию, получается так, что вы, имея свой бизнес, и обеспечивая сами себя, жили какое-то время хорошо, заботились о себе, да, там были в форме и так далее. И, видимо, у вас было четкое представление о том, что ваша семья разовьется, ваша пара разовьется, станет семьей, вы будете мужем и женой, и у вас, наверное, появятся дети, и вот это вот все вы хотели для себя. Но выяснилось, что все так безоблачно, и что проблема финансовая есть, она существует, и вы не готовы ее, эту проблему решать. То есть, вы не готовы, получается, вместе с мужчиной преодолевать трудности. Почему? Вот на вопрос, почему, мне кажется, ответить нужно здесь вам, то есть, как вы его любили, в каком контексте вы его воспринимали, чего вы от этого хотели. Допустим, ну, в жизни нормальная ситуация, когда не получается брак, когда финансовые проблемы мешают, и в этом нет ничего ненормального, но ненормально, что вы, как женщина, перестали о себе заботиться. Вот в какой момент произошло ваше изменение поведения? Все стало скучно и однообратно, пишите вы. С какого момента? Когда начались финансовые проблемы? Когда люди, то есть вы столкнулись с реальными трудностями, и тогда все стало скучно и однообратно. Я думаю, что вам самой нужно определиться, чего вы хотите для себя. Именно для себя. Потому что получается, что вы хотели мужчину, вы хотели семью, семью вы не получили, у вас появился, у вас началась апатия, из-за того, что у вас нет семьи, потому что вы, получается, сравниваете себя с другими людьми, которые, вот вы здесь пишете, что наши друзья давно женаты и уже детьми. Вы хотите быть такими же, как ваши друзья? Вы чувствуете себя неполноценны, из-за того, что не являетесь такой, как ваши друзья. Вы чувствуете себя неудачно, из-за того, что вы не являетесь такой, как ваши друзья. Вам взял-ка времени, которое вы потратили, это пять лет, на этого мужчину. Ну, я имею в виду пять лет, почему? Потому что именно это совместное проживание у вас, пять лет. Все-таки до этого, то, что вы встречались, это, ну, нельзя назвать, знаете, как бы вкладываемым отношениям, да, надеюсь, что вы понимаете. Вот. Вам взял-ка времени, и вы теперь понимаете, что все это время вы, наверное, потратили пустую. И из-за этого, естественно, подпадает самооценка, из-за этого не хочется ничего делать. Мужчина, и мужчина, конечно же, видел в вас другую женщину, когда начал встречаться, он видел в вас активного человека, бизнесмена, который заботится о себе. Мужчина вообще, по большому счету, любит глазами, и если вы не привлекаете его вместе, то ему сложно заставить себя быть с вами. Но есть там некоторая такая вот духовная связь, которая, как бы, купировала отсутствие привлекательного внешнего вида. Далее вы пишете, что у вас раньше была была связь духовная, сейчас как будто ты исчезла. С какого момента исчезла? Не из момента ли ссоры и драки, которая между вами произошла? Да, это очень серьезное событие, очень печальное происшествие для вас обоих. И здесь можно констатировать, что драка является таким, вот знаете, кульминацией, такой вершиной всех ваших взаимных претензий и недостатков. И дело здесь, знаете как, не в кризисе. Дело здесь даже не в том, что ваши отношения закончены. Дело здесь в том, что они стали другими. Они стали другими, потому что вы стали другими. Когда вы встречались, когда вы начинали жить вместе, что вы были одними, а сейчас вы совершенно другие люди. И отношения изменились. А вы, так же как и мужчина ваш, отчаянно пытаетесь вернуть все то, что было раньше. Жить так, как раньше. Испытывать эмоции, такие как раньше. И так далее. Но если доходит, что эмоции изменились, извинился бы и нового вы в этот быт ничего не принесли. Вы говорите, все стало скучно и однообразно. Почему? Потому что то, что делает мужчина, вас не устраивает. Вот это его дарят святые, отспечивают дорогие подарки, проблемы решают, за жилье платят. Вам этого всего мало, верно? Вы не чувствуете себя с ним свободно. Это значит, что ваши чувства, которые были раньше, они ушли. Нового ничего не пришло, и нового вы ничего не создали. Но вместо этого у вас есть только претензии к нему и, наверное, к себе. Собственно, мужчина доставляет вас, от работы, говорит, что вы должны работать, а не сидеть дома. Я не думаю, что в данном случае речь идет о том, чтобы вы именно работали. Мужина просто хочет, чтобы вы не сидели дома и не набирали вес, потому что вы становитесь непривлекательными. но вам это не нравится. То есть, вам не нравится то, что мужчина на вас постоянно давит, и живот от вас требует того, чего вы не хотите. Вы пишете, что у вас оканчивается бизнес, и вам нечем заниматься. Непонятно, почему вы так себя позиционируете. Какие у вас интересы, какие у вас увлечения, какие у вас сильные стороны, в конце концов. быть может, вам стоит обратить внимание именно на эти аспекты. То есть, вспомнить о том, что вы, что вам нравится, что вам интересно и так далее. Так же, неплохо было бы особое внимание уделить тому, как вы воспринимаете свой бизнес, как вы переживаете этот факт, что он закрывается. Ну, бизнес закрывается, это понятно. Но, человек, то есть, вы их остаётесь. И деятельность, а также потребности и желание на что-то делать, они так и остаются. Минус – это всего лишь форма, и не больше того. И совершенно непонятно, почему вы пишете о том, что вам нечем заниматься. Заниматься есть всегда, чем, если бы было желание. А желания у вас нет, а потому что мужчины на лапке ставят давить, что это требует от вас, и, по сути, вы не принадлечите сама себе, по вашему мнению. Так вот, и момент здесь в том, что, посмотрите, когда вы начали встречаться, вы были одними людьми. В связи с вами другие люди. И вам сложно обоим принять друг друга новых, потому что за бытом, за ссорами, за негативом все чувства, которые были у вас друг к другу, они немножечко поугасли. У вас они поугасли вообще достаточно сильно, как я понял. И сейчас вы живете исключительно, как соседи, тем более, без секции и так далее. В условиях отсутствия брака, то есть, отсутствия вашего союза, можно сказать, что это практически конец для отношений, если вы будете продолжать действовать именно так. Что вам нужно сейчас сделать? нужно вам сделать сейчас совершенно определенно только одно. Это прошить какое-то время отдельно. Вы потеряли себя, вы упустили себя, вы не понимаете, чего вы хотите в жизни, вы не понимаете, куда вы стремитесь, у вас нет своих четких целей, следя по всему, и мужчина мешает вам их приобрести. Мужчина мешает вам прислушиваться к себе и понять, кто вы и чего вы хотите. Далее, вам нужно понять, для чего вам, например, брак. Поскольку не очень ясно, из-за чего у вас начались проблемы, то есть, с какого момента начались, либо с момента переноса свадьбы, либо с момента начала финансовых проблем. Но если с момента переноса свадьбы, то наша свадьба для вас имеет какое-то значение. И судя по тому, как вы на это реагируете, значение имеет гораздо большее, чем для мужчины, и гораздо большее, чем это нормально. Свадьба не изменит вас. Свадьба не сделает даже праздник. Не сделает вас ближе, не сделает вас более любимыми друг для друга. Свадьба – это просто свадьба. И праздник – это просто праздник. Он начнется Пройдет и забудется А вы останетесь Мне кажется, что вы Слишком много отношений Придаете свадьбе Да, свадьбе в данном случае Что вы, что мужчина Ну, например, вы могли бы расписаться А саму свадьбу сыграть потом Когда у вас появились бы деньги Или, например, вы могли бы Откладывать постепенно какое-то количество Средств на свадьбу Или что-то еще Мне кажется, что вы слишком много внимания Уделяете внешней стороне И из-за этого, конечно, страдает Собственная сторона чувственная И, ну, скажет вопрос А для чего вам свадьба? Почему вам так важно, что вы до сих пор не подчинились? Если вы любите друг друга Если вы хотите быть друг другом Если вы Уважаете друг друга И цените друг друга Главное, что если вы знаете, кто вы И кто каждый из вас идет куда-куда То свадьба, как таковая Даже не обязательно И вам нужно определить для себя Зачем она важна Пожалуй, еще один момент На который я хотел бы Обратить ваше внимание Это то, что мужчин вам всегда Как бы Что-то мне заключается Вот в чем Дело в том Что сам по себе Факт удара Он, безусловно, очень Обсечательный Но Это могло быть состояние аффекта Когда мужчина не соображалась, что делал И если это не происходит постоянно А произошло только один раз То можно это при желании При вашем желании Списать на все-таки Эмоциональный наполь Аффект И более того Это не значит, что мужчина вас не любит Это не значит, что мужчина вас Престал уважать Наверное, он Сам сожалеет о том, что сделал Правда заключается в том, что Является ли это На постоянной основе Или нет Вы пишите, что Последний раз Он ударил вас под оттолку Значит, это было не один раз Если это было не один раз Значит, вы друг у друга Вызываете уже Очень сильные Яркие Аффективные эмоции И жить вам вместе Сейчас нельзя Возможно, вы И шибер друга любите Но если вы будете продолжать Дальше Так жить То любовь уйдет Совершенно точно А вы правильно заметили Что Наш Как бы Мы переступили черту Что Никакое мое Похудение Не реанимирует отношения Вы пишите Вы знаете Похудение Может быть И не реанимирует отношения Но Знаете В похудении Нет ничего плохого И если вы Заедаетесь Что-то Едой То Вот С этим чем-то Нужно разбираться И вам Самой Себя Нужно любить Знаете Вы перестали Себя любить Знаете Вы перестали Себя уважать Когда начали Набирать Весь Вес Вы перестали О себе Заботиться А значит И мужчина Перестанет А ладно Заботиться Рано или поздно Одно Без другого Невозможно Если вам Хочется Чтобы вас Оценили И воспринимали Как женщину То вам Нужно Самой Себе Видеть Женщину А для этого Нужно понимать Кто вы С кем И какой Хотите Себя Видеть Но без Привязки К таким Социальным Аспектам Как свадьбы Которые являются Не более чем Внешним видом Социального Статуса Без сравнения Себя с другими Людьми Например Друзьями У которых Хуже все Хорошо С пониманием С пониманием Того Что то Что вы Видите У друзей Это лишь Внешняя Сторона И не более Того И тогда И когда И если Вы Сами Определите Кто вы И кем Хотите себя Видеть И начнете В этом направлении Двигаться Не позволяя Себе Обязать Заботиться За себя Любя Себя Тогда И мужчина Будет Относиться К вам Совершенно По другому И вам Не обязательно Худеть Как бы В узком Смысле Этого слова Вам нужно Просто Понимать Куда вы Стремитесь А пока Вы Этого Не делаете И просто Дрифлите Можно сказать На Священии Жизни И это Трифование Не идет На пользу Ни вам Ни вашему Мужчине Мужчине Ну В принципе Исходя из Того Что вы Написали Я думаю Это Единственное Что можно Сказать То есть Обычно Я не люблю Говорить о том Что Вот Нужно Обязательно Консультироваться Но Здесь Мне кажется Что Важно Определить Ваше Желание Желание Вашего Мужчины Вероятно Требуется Обмен Этим Желаниями Визуализированными На листочке Бумаги И понимание Того Чего Вы Можете Что вы Можете Дать Каждому Из вас А что Нет И почему Вероятно Каждому Из вас Нужно Поработать Психологом В Приватной Беседе Чтобы Лучше Понять Чего Хочет Он Сам И Чего Хочет А другого Может Ли Другой Дать То Что Хочет Каждый Из вас И Если Нет То Готов Ли Каждый Из вас Это Принять То И Понимаете Не Является Ли Приниманием Этого Что Вы Не Можете Дать Друг Другу Жертвы Для Вас Пожалуй Вот Это То Что Вам Нужно Делать Гармонизировать Свои Отношения Это Только Поднуть Того Как Вы Вот Лично Вы Мужчина Мне кажется Таких проблем Нет А у Вас Есть Отчет Понимание Того Кто Вы Куда Стремитесь И Что Вам Нужно Делать Потому Что У вас Постыть Идет Пересказ Того Как У вас Сейчас Плох И так Далее Но Началось Это Все С того Что У Бизнес И Вы Сами Начали Просто Напросто Как На себя Забивать Как Вы Сказали И Собственно Стали Ставить Себе Новые Цели Правда В том Что Женщика Жизнь Это Постоянное Целеобразование Если У вас Целеобразования Нет То Это И Является Самым Скверным Во всей Ситуации Что Вы Ничего Не Хотите Если Вы Ничего Не Хотите Значит Вы Перестали Прислушиваться К Себе Стали Себя Терять Нужно Себя Вновь Искать Поэтому Можно Плазменно Имеет Смысл Искать Скорее Чего Побыть В одиночестве Побыть В уединении Чтобы Вновь Понять Кто Вы И так Далее И После Этого Встретиться С Мужиной После Перерыва Поговорить С ним Посмотреть И Тогда Вам Скажет Понятно Являетесь Ли Друг Для Друга Те С Теми Самыми Или Нет А Если Оставить Все Как Есть То Вряд Ли Что Само По Себе Изменится Также Вам Будет Тяжело Даже Если Вы Решите Что Делать С Мужиной Вам Наверное Тяжело Будет Это Делать Просто Потому Что Как Таковой Вашей Мотивации На То Что Вы Делаете У вас Нет На Этому Все Надеюсь Что Помог Вам Если Какие Вопросы Остались Обращайтесь В личку Погу Если Вам Понравился Мой Ответ Буду Благодарен Если Вы Сделаете Его Лучшим Желаю Вам Всего Доброго И Удачи А Также Мне Хотелось Бы Чтобы Вы Приняли Верное Решение Относительно Своей Шизни Чтобы Вы Все Таки Решили Либо Вы Работаете Вместе С Мужиной С Психологом И Стараетесь Как-то Гармонизировать Свои Отношения Либо Вы Принимаете Решение Пожить Отдельно И Там Вы Определяетесь С тем Кто Вы И Какие У Вас Будут Дальнейшие Планы А Также Подарайтесь Сами Для Себя Ответить На Те Вопросы Которые Я Задал По Своему Ответу Всего Доброго